Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Прощать нужно всегда или только если человек кается в содеянном? Нет человека, который бы не видел другой человек, и этот вопрос возникает в умах и сердцах каждого из нас. И многие из нас думают, что надо терпеливо ждать, когда же у нас попросят прощения. Или всячески намекаете человеку, который нас обидел, что хорошо бы прощения попросить, потому что душевная рана моя глубока и все еще свежа, даже если прошло 20 или 30 лет. Друзья мои, когда Господь говорит, что надо прощать врагов своих и молиться о них, Он не говорит, что надо переломанными руками обнять его, похлопнуть по плечу и сказать, дружище, я на тебя зла не держу. Как поступил, так поступил. Давай все забудем. Все нормально. Я принимаю твой поступок как хороший, ничего страшного. Кто старый поменет, тому глаз вон. Поехали дальше-то. Отдыхать, развлекаться. Пиццу есть. Господь не об этом. Господь не говорит о том, что надо оправдать грех человека, измену, допустим, предательство, воровство, ложь, и сделать вид, как будто ничего не было. В некоторых ситуациях стоит действительно отойти подальше и эту тему не развивать. Дабы не получилось, что худшего – забыть. Оставить и забыть. Да, будет сложно. Да, непросто. И нам хочется возмездия, хочется справедливости. Но, друзья мои, на планете, где распяли Бога, справедливости не может быть. Она отсутствует. Не надо ее ждать и не надо мнить себя графа Монте-Кристо и стараться все исправить, отомстить вчетверо. Читали книгу о графе Монте-Кристо? Он же рассказался в конце. Мы все только фильм смотрели, где он там торжествует. В книге совсем другой посыл. Книга сводится к библейской фразе Господа Бога. Мне отомщение аз воздам. На Господа возложите любое отомщение и забудьте. Когда говорит Господь о необходимости прощать, Он говорит о сердце твое. Перекрати жить с этой ненавистью в сердце, с болью. Никакое количество негативных эмоций не исправит ситуацию. Человек уже и думать забыл о тебе. Он вообще, может, даже и не знает, какую боль принес своими словами или поступками. Мол, ты не засыпаешь с этими мыслями, ты не вставаешь с утра с этими чувствами. Прости человека, значит, перестать желать ему мстить, перестать желать справедливости, чтобы ему воздалось в сто крат. А еще лучше его родственникам и всем до седьмого колена и детям, и внукам. Уже если злобствуем, так мы злобствуем масштабно. Если желает омущения, то так, чтобы было больнее, чем нам. Перестаньте этого хотеть. И вот это и будет прощением. И тогда Царство Божие в сердцах ваших проявится. которое внутрь нас есть. А то, что человек от тебя не получил ответ на удар, ничего страшного. Просто перемейте, забудьте, перестаньте акцентуализироваться на этой проблеме. В жизни еще множество замечательных вещей. Акцентируйтесь на них, на тех радостях, на том счастье, которое приносит нам каждый Пожий день. В мире больше хороших вещей, нежели плохих. Просто мы надо склонно видеть, как мухи, только гадость, только скверность, только несчастье, только проблемы. Простите своих врагов. Помолитесь о них. Помолитесь Господу Богу о том, что Господь даровал вам эту тишину в вашем сердце, чтобы вы каждый день не припоминали эту боль и обиду. И вам станет легче жить несопоставимо. Вам не понадобятся ни психологи, ни психиатры, ни психотерапевты. Вы не будете впадать в панические атаки, не будете жить в чувстве тревоги ежедневно. Очистите сердце от злобы и ненависти. И так обрящьте покой душам вашим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok